Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов дебюта обратный тычок и как побеждать в нем за белых. Дебют обратный тычок может возникнуть после ходов cb4, fg5, допустим bc3 и черные ставят так называемый тычок, gf4. Ну здесь есть несколько вариантов, допустим b5 есть ход, cd4 ход, fg3, а b2 уже обратите внимание проигрывает после b5. Я подробно разбирал этот вариант, кто не знает как здесь выигрывать за черных, подсказку оставлю в верхнем правом углу, посмотрите. Я рекомендую в этой позиции за белых играть cb2. То есть белые строят на своем левом фланге ударный кулак и грозят выиграть шашку ходом bc5. Поэтому черным надо либо играть bc5, меняться, либо играть b5. Ход b5 ставит черных на грань поражения. Например, нападаем разок fg3, надо меняться ed6. Затем играем gf2 и грозим напасть еще раз, поэтому надо играть gf6. Тогда играем bc5. Черные, допустим, играют hg7. И тогда играем cb4. И меняемся в центр. Видите, белые заняли поле d4, поэтому шашка черных f4 находится под угрозой окружения. Далее уже возможен форсированный вариант fg5, fg3. И черным для того, чтобы не потерять шашку f4, надо меняться d7 и ed6. Тогда белые играют f2, точный ход. И грозят выиграть шашку f4. Поэтому черным надо играть gh4. Тогда выжидаем ab2. И здесь есть четыре продолжения. Значит, правильно, конечно, играть cb6. Этот ход еще ведет к ничьей. А вот остальные ходы уже проигрывают. Допустим, ab6, cd6 или gf6. Ну, gh6 ведет к тому же, что и gf6 примерно. Так, если черные играют ab6, тогда белые размениваются. 2 на 2, de3 и bc3. И получают выигрыш. Далее игра форсированная. Допустим, cd6. Белые активизируют свою отсталую шашку h2, играют hg3. И на ход gf6 играют gf4. И черным не остается ничего другого, как только сдаться. Если черная игра cd6, конечно, у белых выигрыш есть и после de5. То есть, отъедаем шашку f4. Но черные могут ее пожертвовать и затем связать левый фланг белых. Поэтому там возможны проблемы. Проще всего выиграть ходом dc5. Наиболее простой выигрыш. Ну и тут все форсировано, сводится в пользу белых. Допустим, bc7, bc3, gf6, cd4, cb6. Ставим рожжен на поле d6. Ну и после хода b5 играем dc5. Ну и черным пора сдаваться. Так, еще один ход рассмотрим. gf6, он также проигрывает. Тогда играем ab4. Точный ход. Ну и здесь уже на ход cb6 играем bc3. Именно таким образом. Остальные ходы не ведут к выигрышу. Ну и далее. Черным надо играть b5. Допустим, на ход bc7 уже будет связка. Поэтому надо играть b5. Тогда играем bc5. Ну и здесь у черных два хода. На bc7 ставим двойную угрозу. Играем fe3. И видите, грозим выиграть либо две шашки. Поэтому черным надо закрываться. Либо тогда, если черное закрывается, наносим удар с поля b6. С выигрышем. Если в этой позиции черные играют сразу же fg5. Здесь выигрыш другой. Надо сыграть cd6. Но черные еще сопротивляются. Играют ab6. То есть, хотят на ход d7. Разменяться 2 на 2. И там будут ничейные позиции. То есть, они потом успеют колоночку выстроить. И нанести удары в g3. Поэтому здесь надо играть d5. Тогда на ход bc5. Бьем на поле g3. И видите, у черных образовалась слабая шашка g5. Они ее не в силах защитить. Играем d3. Черные еще пытаются прорваться. На ослабленном левом фланге белых. Поэтому здесь надо пожертвовать 2 шашки белым для выигрыша. И поставить дамку на поле f8. Теперь уже черным приходится жертвовать шашку. И играть fe3. Сильнейшее сопротивление. Но здесь у белых везде выигрыш. Допустим, hg5, f2, hg6, fg1, fg7. В чем идея? Занимаем большую дорогу. Проводим обе шашки в дамке. Затем строим боевую позицию и побеждаем. Кто не знает, как выигрывать 3-мя дамками против дамки и 2-х шашек соперника, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это выигрыш. Ну и наконец, правильное продолжение в этой позиции. Ход cb6. Здесь белые, к сожалению, победить не могут. Допустим, ab4, ba5. Здесь уже bc3 играть нельзя. Здесь надо играть именно bc5. Теперь черные играют bc7. И на ход bc3 успевают сыграть именно cb6. Ход gf6, видите, проигрывает. Помните, мы разбирали. То есть ход fe3 и двойная угроза. Либо выиграть 2 шашки, либо сыграть cb6. То есть на fg5 уже так выигрываем. Черным остается только сдаться. Но ничья есть у черных в этой позиции. Правильно играть cb6 вместо gf6. И когда белые играют cd6, вроде бы кажется, черные проигрывают. То есть если сыграть сюда нападение, надо закрываться. И белые успевают пройти в дамки. Но черные находят ничью. Жертвуют шашку hg3 и играют gf6. Тогда белые обратно отдают лишнюю шашку hg5. Надо бить только вперед, остальное проигрывает. И прорываются в дамки. Черные также идут в дамки. И вот здесь, если белые ловят будущую дамку черных таким образом, тогда черные ловят дамку белых. И все-таки успевают прорваться ценой второй шашки в дамки. Например, hg3 cb4, gf4 ba3, fe5 сильнейший ход. Тогда жертвуем вторую шашку и прорываемся в дамки. Тут выигрыша у белых нет. Допустим, de3. Черные ставят дамку на c1. Надо отходить. И вот здесь проигрывает ход cb2. То есть, ну здесь в принципе любой ход проигрывает, кроме хода на поле a3. То есть белые хотят провести сперва эту шашку в дамке, а затем постепенно провести все три шашки в дамке. Построить треугольник Петрова и выиграть. Правильно тут черным играть только на поле a3. Здесь, видите, нет хода ab6 из-за того, что черные зайдут в люпки и отъедят шашку d4. Поэтому приходится играть f6. Тогда связываем шашки белых ходом ab2. Надо играть de5. И играем bc3. То есть, эти шашки связаны. Приходится играть этой шашкой. Но тогда черные успевают напасть на нее. А затем на шашку e5. Бьют до конца и это ничья. Это единственный вариант ничейный из-за черных. Как видите, у белых после хода b5 огромное преимущество. Поэтому ход b5 слабый. Мечу красным. Правильно, конечно, в этой позиции играть bc5. Теперь у черных снова есть два варианта боя. Если они бьют на поле e5, этот вариант слабый также. Белые занимают снова пункт d4. И видите, шашка f4. Черных снова находятся под угрозой окружения. То есть, у белых три нападения. Они будут грозить напасть в поле либо fg3. Либо сыграть fe3. Либо просто выжидают как-то ab2 или ab4. У белых здесь преимущество. Поэтому в этой позиции, конечно, правильно черным бить на поле c5. Тогда белые играют cb4. Ну и здесь есть два варианта. Либо ab6, либо cd6. Остальные ходы ведут примерно к тому же. Если черные играют cd6, тогда нападаем fg3. И надо меняться черным. dc7. Это единственный ход. Иначе проигрывается шашка. Ну и здесь все сводится обычно к следующему варианту. ab4 ab6 bc3 fe7 ab2 ed6 ba3. Черные занимают центр, белые его окружают. Белые, кстати, поставили угрозу. dc3 ba5. Ну и там, допустим, либо на a7, либо на e7 побьют. В зависимости от ситуации. Поэтому черным надо играть bc5. Тогда белые играют gf2. И черные играют gf6. Белые играют b5. Снова стоит угроза. ab6 и dc3. И удар вот такой будет. Поэтому черным надо играть bc7. Теперь белые нападают. Точный ход. И черным нельзя меняться fg3. Потому что белые нападут cd4. И просто выиграют три шашки. Это теншпиль выигран. Естественно, так за черных играть нельзя. Поэтому приходится закрываться. И белые жертвуют шашку. И нападают сразу же на две. Здесь у черных также есть два варианта. Давайте сперва рассмотрим ничейный вариант. Правильно, конечно, играть hg3. Ой, hg4. И затем hg3. В чем идея? То есть грозим нанести удар по затылку. Либо таким образом, либо таким образом. И отыграть шашку. На cd4 пойдем в дамки. Там уже будет преимущество у черных. Поэтому белым лучше всего сыграть de3. И побить таким образом. Для сохранения равновесия черным лучше всего пожертвовать лишнюю шашку. Ходом gf2. Ну и здесь форсированного возникает ничейное окончание. Допустим, cb6, gf4, b5, fg5, dc5, gh6, cb4. Надо отходить. Черные меняются. bc3. Ну и обе стороны проводят по две шашки дамки. Это ничейные позиции везде. Если в этой позиции черные вместо хода gh4 правильного играли ab2, то они проигрывали. Смотрите. Белые бьют две шашки. И затем проводят комбинацию ab6 и de3. И выигрывают шашку. Ну и возникают выигранные окончания за белых. Они не такие простые, поэтому их надо знать. Как здесь выигрывать? ab4, hg5 точный ход. И на bc3 именно gf6. То есть белым надо зафиксировать шашку h8. А черные не могут ее вывести с поля h8, потому что белые ставят дамку на поле b8. То есть видите, если поставить на a1 дамку, тогда белые выигрывают вот таким ходом. Дамка черных зажата. Так называемый столбняк. Поэтому приходится ставить дамку на c1. А здесь у белых выигрыш. Просто занимаем дамкой большую дорогу. Ну и далее, возможно, следующее продолжение. Допустим, а3, hg3, ab4, gh4 стоит угроза петля. Поэтому черным надо играть дамкой на поле f8. Здесь, конечно, правильно играть. Надо сделать тихий ход. Очень хитрый. А вот обычные ходы, обычное продолжение. Допустим, сыграть если на a1 напрашивающийся ход. Они ведут лишь к ничьей. Смотрите, черная сыграет дамкой на d6. И после напрашивающегося хода hg5 у черных ничья. Смотрите, черная игра dc7 точный ход. То есть такого хода уже нет из-за нападения. Кроме того, грозит ход дамкой черных на поле d8. И затем размен hg7. То есть шашка белых g5 погибнет. Они не смогут выиграть. Если же белые играют fe7, тогда черные снова нападают. Ну и как бы белые не закрылись, допустим, gf6, черные разменивают одну из шашек белых. И это только ничья. Вот в чем хитрость заключалась. Поэтому для победы белым надо играть предельно точно. Смотрите, в этой позиции надо играть именно ed4. И когда черные играют дамкой на d6, вот здесь уже можно сыграть hg5. То есть нет нападения. Захода в люпки, да, просто отходим и ловим дамку черных. Если же черные хотят в этой позиции сыграть dc7, снова свести к этому варианту, мы успеваем перевести дамку на f2 и на ход дамкой черных на d8 успеваем сыграть дамкой на h4. То есть теперь уже размена нет hg7. Приходится играть, допустим, dc7. Когда играем g6, грозим трамплин сыграть fg7 и выиграть. Поэтому черные вынуждены занять одно из бортовых полей. Тогда играем hg7, проводим вторую дамку. Ну и здесь легкий выигрыш, допустим. Так, так. Белые просто проводят третью шашку в дамке. Ну и постепенно побеждают. Здесь суть выигрыша такая. Надо построиться белым вот таким домиком. Видите? Домик. Ну и где бы дамка черных не находилась, на правом или на левом фланге она гибнет. Если она находится, допустим, слева от белых, тогда ловим таким образом. Закрываемся и на любой ход ловим дамку черных в петлю. Так, если черные, допустим, в этой позиции играют, допустим, в эту сторону, тогда ловим в петлю с этой стороны. То есть везде выигрыш. Вот такое непростое окончание. Его надо знать. Тем не менее, шансы на выигрыш здесь только у белых. Рассмотрели ход cd6. Теперь давайте рассмотрим ход ab6. После этого хода у белых есть интересная жертва в одном из вариантов. Как она может получиться? Допустим, ab4, fe7. bc3, ed6. ab2, bc5. b3, gf6. То есть, черные снова занимают центр, белые его окружают. Допустим, играем b5. Снова грозим провести вот такой удар. Поэтому черным надо играть d7. Закрыть дырку на поле e7. Играем cb4. Ну и, допустим, возможен следующий вариант. bc7, fg3, hg7, dc3. Теперь у черных есть два хода. Ну, fg5 плохо из-за gh4. И на ход ef6 сыграем fe5 и потом fg3. Это выигрыш. Поэтому черным надо играть либо gh6. Ну вот ход cd4 уже окончательно проигрывает неожиданно. Вот смотрите, ed2. Ну, меняться назад бесполезно. Просто занимаем поле c5. Затем постепенно выигрываем. Вот за счет связки центра черных. Поэтому, если черные, допустим, играют g6, здесь выигрывает только ход cb2. И, например, на жертву fe3 и нападение здесь выигрывает присоска bc5. Сюда бить нельзя. Белые попадут в дамки. Поэтому приходится бить на e3. Тогда просто играем cb6 и белые выигрывают за счет так называемого самообложения. Черным просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. Поэтому ход cd4 проигрывает. Правильно играть gh6. И здесь белые применяют неожиданную жертву. cd4. В эту сторону бить нельзя. Иначе черные останутся без шашки. С лишней шашкой белые постепенно побеждают. Несмотря на то, что у черных здесь центр. Поэтому в этой позиции черным приходится принимать жертву. И тогда белые меняются bc5. Ну и здесь все-таки ничья еще у черных есть. Для этого надо играть предельно точно. Надо сыграть ef2. Пожертвовать обратно лишнюю шашку. И затем сыграть cd6. Допустим, cb6, ed4, b7, dc3. Белые ставят дамку. Отходим. Белые нападают. Жертвуем еще одну шашку. И вот здесь, допустим, сыграем cd2. То есть черные постепенно проводят обе шашки в дамке. Белые также проводят вторую шашку в дамке. И это ничейная позиция. Это единственная ничья в этой позиции. За черных. Если же черные в этой позиции правильно не пожертвуют обратно шашку. А пожадничают. Сыграют hg5. Это уже выигрыш белых. Играем в gh4 точный ход. Не даем черным напасть. Ну и на ход cd6 просто отходим cb6. Ну здесь бесполезно играть таким образом. Потому что просто удар идет. У семьи d2. gf2. Ну и здесь выигрыш белых. Черные не успевают до дамок дойти. Ну вернее успевают. Белые успевают занять большую дорогу. Проводят все три шашки в дамке. И выигрывают. С помощью треугольника Петрова. Если же черные играют допустим d4 в этой позиции. Тогда связываем их ходом ef2. И черным рано или поздно приходится играть ed2. Ходом раньше или позже. Все равно мы меняемся вот таким образом. Выигрываем шашку. Ну и после хода fe3. Просто идем в дамки. Ну и далее возможно допустим ef2 ab8. Черные ставят дамку. Бьем допустим на поле g7. Ну и здесь белые выигрывают еще одну шашку. И постепенно побеждают. Друзья если вам понравилось данное видео. Ставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал. До свидания. И давайте выигрывать только на шахматной и шашечной досках.